В последнем перед осенним перерывом турне отправился Магнитогорский Металлург. Накануне наши хоккеисты встречались с Минским Динамом. Павел Зайцев расскажет подробности матча на Минск-арене. Перестройка в Магнитогорском Металлурге продолжается. Как заметил новый главный тренер Илья Воробьев, команде необходима смена тактики. Бразильский хоккей, приносивший успех в чемпионском сезоне, в новых реалиях часто не приносит результата, поскольку многие команды научились играть в обороне явно в ущерб зрелищности. Впрочем, поединок в Минске получился весьма результативным. Стартовый период превратился в настоящую перестрелку. Уже к исходу 13-й минуты было заброшено 4 шайбы. На дубль Яна Коваржа ответили Райан Гундерсон и Райан Вески. Когда на исходе периода Войток Вольский реализовал второе для магнитогорцев численное преимущество, никто не знал, что это был последний шанс поиграть в большинстве, который судьи предоставили гостям. На 26-й минуте роскошный гол организовали Крис Ли, Томаш Филиппи и завершившие результативную атаку Оскар Россола. 2-4. Увы, наступить на горло своей атакующей песней и прагматично удержать преимущество металлург не сумел. Магнитогорцы очень хотели забить еще, но эффект получился прямо противоположным. Андрей Степанов и Мэтт Элесон уже ко второму перерыву восстановили равновесие. К сожалению, свой фирменный третий период наша команда в этот раз проиграла. Степанов оформил дубль, а победную точку броском в пустые ворота поставил 38-летний капитан «Динамо» Алексей Калюжный. 6-4. Переночевав в столице Белоруссии, металлург отправился в Нижний Новгород, где в пятницу сыграет 15-й матч за 33 дня. Последний перед долгожданным перерывом в чемпионате КХЛ. Павел Зайцев из Минска. Специально для телекомпании ТВН.